здравствуйте уважаемые подписчики канала здравствуйте школьники уважаемые мы проводим 18 занятия это занятие в режиме семинара не лекция то есть что-то можно повторить что-то еще что-то и мы будем решать задачку задачка который придумал на сортировку сделано так чтобы нельзя было воспользоваться какой-то готовой сортировкой простым способом и так идея задачки значит есть улица на этой улице расположены дома на этой улице расположены дома они уже построены и все дома типовые и одинаковые то есть никакого преимущества в этом смысле дома дома это у меня не получается чуть разного размера на но дома все абсолютно одинаковые улица одинаково вот слушайте я еще один нарисую домик значит на этой улице живут улица какого-нибудь восточной европейского государства ну вот типа польши или не знаю на этой улице или западная украина какая-нибудь очень западная на этой улице живут православные и католики вот соответственно нам слева а евреи православные католики и евреи на одном краю этой улице находится католический костел католический костел я не знаю как его прямо нарисовать если честно я не великий знаток их да но вот я что-то условно готик стайл да и католический прямой крест это у нас костел так называется до кирхи ну короче это католический храм католический храм для католиков соответственно и у них тут не знаю какая бы там статуя которая приветствует всех заходите в храм они любят статуи замечательно замечательно значит католики хотели бы жить поближе к костелу понятно да так замечатель раз значит дальше есть справа на этой улице находится православный храм значит он ну как бы не будет у меня включен в массив да давайте нарисуем купол красивый и наш восьмиконечный православный крест табличка титла подножия наклонная классика замечательно да и соответственно над вратами образ мы любим иконы мы не очень любим не очень любим статуи примерно так понятно да это у нас соответственно православный храм я просто напишу храм значит еще раз на этой улице живут три вида религиозных людей католики на улице улица под названием религиозная католики православные и евреи значит идея следующая католики до хотят жить поближе к костелу до православные соответственно к храму но есть такая тонкость на евреи говорят а мы не собираемся вообще ни с кем что называется меняться и нам абсолютно все равно да евреям все равно евреи не меня не хотят вообще никаких обменов на домами до дома все идентичные на евреи в этом не участвует до евреи не участвуют у этой задачки можно было бы сделать две формулировки первая формулировка когда католики и православные будут друг с другом договариваться то есть они хотят решить свои проблемы взаимно значит давайте я сейчас как это конкретизирую к числам да потому что сортировать в конечном счете мы будем числа да допустим исключительно в рамках числовой да поскольку евреи не участвуют у меня неважное значение да вот ну где-то тут есть какой-то еврей вот где-то тут еще вот просто если я евреев обозначу числа числом 0 степень религиозности как вы понимаете у православных и у католиков бывает очень разно я эту степень религиозности обозначу некоторым числом можно так себе представить не за сколько раз в год человек ходит на службу да то есть соответственно какой-то человек ходит один раз на службу какой-то ходит 10 раз какой-то ходит 200 раз на службу да естественно что с точки зрения оптимальности их расселения да мы должны учитывая что эти евреи как сказать говорят мы с ни с кем меняться не будем нас все устраивает все эти переезды нет то с ними договориться не удастся да вот сейчас представьте что пока что это все только православные да значит ну не на тут 25 то очевидно что нам надо закрыв глаза на два вот этих вот дома на организовать перестановку так чтобы этот находился здесь этот там же где он есть 25 тут до 10 тут а единичка тут тут он он один раз в храм ходит вот пусть себе живет дальше всех ничего страшно да понятно логика да то есть смысл в том что мы хотим организовать сортировку с учетом наличия запрещенных для сортировки ячеек это первая версия значит смотрите при этом я дополнительно скажу так это пока видите католиков нет пока только православные и евреи живут у меня на этой улице значит я не боюсь этих тем потому что я уверен в как сказать в политкорректности того что я собираюсь произносить а мне кажется что отсутствие этой темы в публичном пространстве как сказать я имею ввиду там так вот стесняться она нам наоборот к неком смысле не политкорректно чем мы не уважаем друг друга я всех уважаю вот так вот значит еще раз смотрите сейчас это будет сортировка с запретными ячейками которые нельзя трогать да то есть нолики не отправляются подальше они должны остаться где стоят казалось бы мы можем взять да какая и какое действие мы можем сделать профильтровать этот массив скопировать эти числа до скопировать эти числа а потом раз отсортировать их уже в отдельном пространстве и разложить их вот там это будет знаете что напоминать напоминать что будет вот такую ситуацию что я всех жителей выявил из своих домов до вывел из своих домов переселил во временный палаточный лагерь до в палатке до палатки в игвам и их поселил поселил их в игвамы на время да тут их отсортировать сколько их у меня там 5 да у них 5 5 я их скопировал да то есть мне нужны в каком-то смысле временные дома понимаете да я скопировал то есть мне необходимо иметь дополнительную память да там получается массив без запретных это старая задачка да мы решаем задачку сортировки любым универсальным методом который у нас только есть любым абсолютно до пересортировали у нас единичка сюда десятка туда 25 сюда сотка сюда и соответственно дальше берем пробегаемся Незапретная точка. Селим сюда на его место. Незапретная. Селим туда. Незапретная. Пожалуйста, запретная пропускаем. Незапретная копируем. Незапретная копируем. Естественно, количество незапреченных клеток то же самое. Поэтому не вопрос. Так можно сделать. Так можно сделать. Но дело в том, что у нас сам факт вот этого переселения во временное жилище, это как бы получается использование дополнительной памяти. То есть у нас на неэффективное решение получается, как говорят, not in place. Дело в том, что сортировки, которые, собственно, решают задачу на месте, называются sort in place. Это означает, что мы не будем открывать какой-то дополнительный объем памяти. Мы не будем делать там молок, нью. Мы не будем выделять подхранение всех этих данных. Понятно? Соответственно, желательно, чтобы сортировка была все-таки елки-палки in place. Никакой дополнительной улицы с домами нет. Можно менять два конкретных. Можно менять те, которые два далеко друг с другом. То есть swap, да, обмен значениями, он допустим. Это нормально. И можно много. Они готовы меняться друг с другом. Ну, кроме евреев, которые говорят, мы меняться не будем. Понятно, да? Логика ясна, да? То есть вся проблема в том, что если бы просто, ну, есть запретные клетки, да, но можно зато скопировать массив. Вот, 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 отдельный вектор. Мы оттуда все надергали, да? Понятна логика? Есть еще один способ. Мы можем, поскольку здесь эти нолики, это просто тупо нолики, мы можем эти нолики, соответственно, запомнить просто их индексы, да? Как бы сортировать, сортировать, забыв о них, да? А, ну, пусть они, что называется, уедут в начало, да? А потом их вставить в нужное место, сделав такой shift-сдвиг всего массива, соответственно, ну, чтобы вот эти, в эти места их разложить конкретно. Тоже плохо, если немножко продолжить эту задачу и сказать, а это не просто нолики, а на самом деле, там еще и содержится имя, фамилия, отчество и куча багажа. То есть, ну, как бы надо понимать, что, ну, как бы, а мало ли, там намного сложнее, да, вот то, что там хранится. Это не просто ноль, а просто какие-то специфические числа, которые не надо сортировать. Мы можем про число проверить, но они разные, тогда получается, что этих чисел может быть, в принципе, довольно много. Попытка запомнить их все, это тоже, по сути, как бы копирование существенной части чисел отдельно. Да, значит, это, опять же, not in place, то есть, мы будем пользоваться большое количество дополнительной памяти под хранение целой, целой зоны чисел различных. Вот, соответственно, дело в том, что можно организовать сортировку in place, да, и давайте пока, пока на нашей улице. Нет, на самом деле, ничего страшного, если будут католики. Да, но католики будут у меня с отрицательными числами. Католики, это просто будут отрицательные числа. Никакого, как сказать, здесь я не считаю их веру отрицательной, да, вот. Есть некоторые числа отрицательные. И они готовы меняться с православными, то есть, вот они все участвуют в этом обмене. Обмене, естественно, чем у них выше уровень, минус, это просто обозначение того, что он католик. Соответственно, чем выше уровень религиозности, большее количество раз в году ходит в храм, да, тем ближе его надо поселить туда. С точки зрения сортировки ничего не поменялось. То есть, в этом смысле были бы только, там, не знаю, положительные числа и нолики, да, или вот положительные и отрицательные, но они меняются все со всеми. То есть, у нас они участвуют, собственно, в обмене, да, в обменах, в обмене, так, чтобы оптимизировать свое местоположение. Соответственно, это будет, по сути, сортировка по возрастанию с запретными ячейками. А вот теперь я жду живых ваших обсуждений. Включайте, пожалуйста, микрофон, и давайте обсуждать. Ну, первый вопрос по условию. Как столики ходят больше в твой костел, чем меньше чехол, кстати, наверное, и чем чехол, кстати, наверное... А можно секундочку? Еще раз вопрос, можно? Минус 50 более религиозный, чем 5. Или наоборот. Смотри, у них разный тип религиозности, да. Они хотят, вот, минус 50, где он находится, он хочет туда, да. Минус 10 тоже туда хочет, да, но не так сильно, как тот, да. Понимаешь? То есть, в этом смысле оптимальная расстановка, она какая будет? Минус 50 надо будет отправить сюда, да. Ноль ни с кем не хочет меняться, ну и ладно. То есть, все католики уезжают левее всех православных, да. Соответственно, кто остается? Один, 25 и 200 нерасселенные. Один остается здесь, 25 сюда и 200 сюда. Понятно? Все православные переместились ближе к православному храму, католики переместились ближе к костелу, евреи остались жить, где жили. Понятно логика? Если б еще и евреев можно было переселять, да, то надо было бы просто этих, что называется, раздвинуть, а евреи сидели бы где-то посередине, где получится, ну, где получится, что называется. Понимаешь, да? Вот такая вот история. Но они не хотят. Говорят, нас это все не интересует. Мы вообще никуда не хотим приезжать. Понятно, да? А может, с первого... То есть, это просто... А? А может, посчитать количество подряд стоящих иудейских домов? И как бы за счет этого можно отталкиваться, перетасовывать между этими промежутками сперва. Я не понял, чем это поможет. Ну, допустим, ты пересчитываешь, но ведь нужно пересчитать не просто подряд идущих. Ты вот эти подряд идущие блоки, два подряд идущих, семь подряд идущих. Ну, понятно, что на данных это будет больше, да, но тем не менее. Как ты это предполагаешь? Ну, можно... Без местоположения сохранения. Таким образом, он может... Вероятно, смотрите, мы же можем фактически как бы переставлять в этих промежутках... То есть, фактически мы можем как бы создать дополнительные условия пока там, как бы условно, не иудейские или еще что-то, наши элементы, по сути, однотипные. И мы можем как бы переставлять в промежутках между иудейскими домами и дальше как бы стараться перейти через иудейские дома, перетасовать в промежутках по максимуму. Я, кажется, начинаю тебя понимать, но ты не очень внятно выражаешься. Что предлагает, насколько я понимаю, Володя? Брать куски между домами и сортировать их. Ну, давай сейчас сотрем вот моё то, что идеальную итоговое расположение и поговорим про эту идеальную сортировку между домами. Смотри, вот участок от края массива, да, край массива, вот он, да, это нулевой элемент, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, всё, семь элементов у меня, да, соответственно, улица кончилась. Дальше храм. Так вот, у меня от края улицы до первого иудейского дома все отсортированы. Здесь всё идеально. И здесь всё идеально. То есть в этом смысле нет проблем. Дальше мы будем сортировать в целом всю эту последовательность. Как? Мы обсуждаем. Можно сделать сортировку выбором с максимумом минимума и сделать проверку на то, как... Мы можем и по бублсортом, и выбором сделать сортировку. Здесь выбор логичнее делать. Здесь выбор логичнее делать, потому что... Давайте, Ваня, очень хорошо высказывается. Ваня, мне очень нравится эта логика, потому что ты, во-первых, ты называешь вид сортировки. Ты не пытаешься изобрести сейчас абстрактный велосипед. А ты говоришь, давайте преиспользуем вот этот метод. Я для того вас и учил методам сортировок, чтобы вы пользовались ими, называя. Я говорю, а давайте вот этим методом, а давайте вот этим методом. Это очень важно. иметь возможность назвать сортировку. Значит, у нас какие универсальные изученные сортировки есть? Выбором... Не пишут. Япка мне не нравится. Так, значит, это выбором... Да? Вставкой... И... С пузырьком. Вот основные, которые у нас изучены. Да? Ну, подсчетом, ребята, нет. Сразу договоримся. Мне нужна универсальная еще. Универсальная сортировка. Диапазон допустимых чисел гигантский. Все, сортировка подсчетом не работает. И по-разрядной не работает. Их религиозность, она дробная. Понятно. Одного там полтора. Три раза в два года. Все. Окей, да? Да. В общем, сортировкой и выбором. Мы идем слева направо. Ищем самое большое положительное, самое маленькое отрицательное. Собственно, начинаем... А зачем сразу два? А, кстати, да. А, ну да, у нас же самые маленькие расставятся. А, так, логично. У нас же слева направо все правильно расставится, по идее. Да. А, в общем, еще вопрос по условиям. В общем, если возникнет ситуация, получается, когда... Нет, имеется в виду, христиан... Да все время напоминает, ну ты ж... Хоть выберите что-то, хочешь высказать. Или помолчи. Христианам, может быть, это же самое. Володя, не перебивай. Христианам, всегда стереть ближе к храму. Не надо их... Их нельзя стереть после католиков. Ну, имеется в виду, как бы, христиане, католик, христиане. Католики тоже христиане, не надо их унижать. Православные. Православные, католик, христиан... Православный. Такого не быть не может. Надо, чтобы были сначала подряд православные, не считая иудеев, а потом были подряд католики. Ну, в этом смысле, наоборот, католики отрицательные, да, они наоборот в этом смысле. Но дело в том, что об этом не надо слишком сильно задумываться. Почему? Потому что сейчас католики меняются с православными, они участвуют в этом обмене сообща, да. И они просто, ну, как сказать, автоматически, если мы будем сортировать массив по возрастанию, они автоматически окажутся левее. Но я хотел бы услышать важную вещь, которую ты начал, я вот жду, что ты это скажешь. Ну, я произнесу, наверное, сам. А никто больше не выскажется? Может, кроме Вани и Володи кто-то выскажется? А может, максимум мы будем... Володя, ты не кроме Вани. Ваня и Володя, ты среди тех, кто уже высказался. Я хочу еще кого-то услышать. У меня есть некоторая идея по, как бы, немножко, извините, смортировка пузырьком таким образом, что мы рекурсивно выбираем те элементы, которые мы вместе сравниваем. То есть, если элемент мой, то мы... На одну секундочку, Саш. Давай не будем использовать слово рекурсивно. Сейчас я вам рекурсии не рассказывал. Я понимаю, что это мог на информатике успеть это пройти. Но давай не будем никакой рекурсии и никакого рекурсивного метода использовать. Хорошо? Ну, да, просто хотел сделать таким образом, что у нас есть сравнение с нулем, то мы берем и сравнимаем не с нулем, а с элементом i плюс 1. То есть, i плюс 2, если так тоже 0 и так далее. Таким образом, можно переделать сортировку пузырьком, чтобы они сравнивались без учетов нулей. Сортировку пузырьком, да, сделать ее модификацию, да, модификация, в котором соседний элемент вначале разыскивается, да, в которой мы вначале разыскиваем следующий элемент, да, то есть двигаемся до первого, не нулевого, следующего, да. Так, идея засчитана. Идея засчитана. Еще. Саша высказался, его идея внятная, понятная, ее можно словами записать, да, закодировать словами, и вот окей, как гипотеза, как идея алгоритма, плюсик тебе. Так, теперь кроме Вани, Володи и Саши, Вани пока нельзя. Еще не высказались, Тимур, Максим, Алексей. Денис еще, по-моему, молчал. Народ, оживайте, я проверял, у вас аппаратура у всех работает. Давайте, генерите идеи. Потому что вот эта вот модификация, которую предлагает Саша, ну, можно так попробовать порешать, ну, удобно ли, оптимально ли? Так, Ваня, ты сейчас выскажешься, я подожду. Ну, дай, давай, сейчас мы раскачаем этот зал. Ну, может быть, сортировку выбором использовать, то есть, как бы минимально переносить начало, наши, как бы, так вот. Ну, смотри, ты же помнишь, как она происходит? То есть, мы перебираем позиции, и в каждую позицию мы ставим минимальный из всех оставшихся, да? Произнеси, как мне ее модифицировать, как мне записать короткой фразой ту модификацию, которую ты предлагаешь. Не можешь высказать? Давай еще раз. Попробуй произнести. Я запишу, попробую это коротко записать. Ну, получается, мы берем наименьшее число, которое есть в этом массиве, ставим его в начало. Так, минимальное число ставим в начало. Но ведь это и есть сама сортировка выбором. В какой-то момент... Сравнивая с... То есть, как бы сравнивая с... С элементом, если этот элемент будет евреем, и то ставить на место перед ним, то есть, как бы на... Пережим плюс, то есть, как бы и берем на площадь. На место перед ним... А если перед евреем живет еврей? Я... Ты начал хорошо говорить, а дальше что-то не совсем понятно, какое действие я должен делать. То есть, как... Как это... То есть, минимальное число ставим в начало. Но на самом деле, ты же понимаешь, что мы, когда ставили выбором, то мы минимальное число из всего массива ставим в начало, это только первый проход. На втором проходе сортировки выбором, да, нам необходимо устраивать конкуренцию среди всех оставшихся только и ставить уже не в начало, а в текущую позицию. То есть, у нас есть понятие текущей позиции, да? Ну. То есть, получается, мы сначала минимально ставим вот это первое действие, потом как бы как-нибудь убираем его... Что делаем? И меняем... Убираем, может, как-то... А зачем его убирать? Может, ты забыл, как делается сортировка выбором? Сортировка выбором? Давай попросим Ваню помочь, потому что Ваня, он как раз топил... Если это можно выразить так... Топил за сортировку выбором, предложил ее первым. Давай, Вань, ты можешь высказаться более четко? В чем суть модификации? У меня была идея, в общем, мы ищем вот или минимум, или максимум, это просто зависит от того, слева направо или справа налево, мы идем. Минимум. Ищем. А, в данном случае минимум. И мы ищем минимум, находим минимум, и когда мы делаем сортировку выбором с текущей позиции, делаем проверку на текущую позицию, while элемент не равно... А, не равно нулю. Идем, идем, идем. Доходный момент, когда этот элемент равен... Ну, а, ну, в общем... А, ну вот, пока... Ай, как сказать-то? Ну, в общем, идем мы направо до тех пор, пока... Пока наш... Наша текущая позиция... Есть еврей. Вань, тебе стоит позаниматься в театре, наверное. Да, с луговедом еще тоже. Мы... Трудно улавливать в итоге. Мысль есть. Хочешь высказаться? Смелость есть. Я рад, это классно. Вань, я уже потерял чуть-чуть. Значит, первое... Мы... Вот, сейчас. Цикл while нам не нужен в сортировке выбором. Мы делаем сортировку выбором при помощи двух циклов for. Я напоминаю, сортировка выбором самая... Ну, я ее делаю, да. Мне тут говорили, вот, это вообще сортировка выбором по-другому делается. Вначале надо найти минимально, а потом его вставлять. Вот тут лишние обмены. Ой, здесь просто continue можно сделать в самом проходе итераций. Если it элемент массива равен нулю, то мы делаем continue. И все. Continue. If-am, точно. Можно просто if-am пропускать. Это реально, да, именно так. То есть, идея модификации состоит в следующем. То есть, я напомню саму суть, да. Мы перебираем позиции. Меня опять тянет написать это на питоне. Слушайте, ну, простите меня, я... Не знаю, я сейчас исправлюсь. Так, на плюсах пишем. Что я делаю? Да, мы фактически можем. Не, я уж на все-таки плюсы изучаем. Пишем на плюсах. Короче, я перебираю позиции, да, начиная от начала, да, до конца. Слушайте, я N буду считать, что это N. Я даже в экзампле там оставил буковкой N, да, количество элементов. И поз, на самом деле, да, минус один можно. Там же последний автоматически встает. Да, и, соответственно, поз плюс-плюс. Так, что мы делаем? Мы, вот сказал сейчас замечательную мысль, да, Иван, наконец, спасибо огромное. Вот она, идея главная, да. Минимальное число ставим, ну, в начало, в позицию поз, да, то есть в позицию, в текущую позицию. Позицию, но только что, если она не ноль. На самом деле нужно добавить сюда еще одну модификацию, Вань. Еще одна модификация нужна. То есть вот эта вот модификация сортировки выбором, еще одна тоже нужна. Дело в том, что нули не должны участвовать в поиске минимума. То есть мы должны пропускать их не только, когда мы собираемся вставлять в какую-то позицию, да. То есть мы спрашиваем. Так, у меня началась фигурная скобочка. Слушайте, чтобы было заметнее, я начну ее прямо вот здесь просто, потому что там она уже справа теряется. Начался телоцикл. В первую очередь я спрашиваю, а если, ну, массив будем называть буквой А. Если А, находящийся в позиции поз, равен нулю, да, то просто continue пропустить эту позицию и перейти к следующей, да, то есть запускаем дальше. То continue. Это прекрасная идея, но ее недостаточно. Да, и я напомню тут, раз уж про сортировку выбором, да, речь, то что мы делаем? Мы бежим по позициям, начиная с позиции поз плюс первой, да, и уже до конца обязательно. То есть если здесь мы можем на один сократить, то здесь до N-1 включительно, до N-1 включительно, да, и I++. Так. И что мы делаем? Если тот, кого мы нашли, оказался лучшим, чем тот, кто стоит в позиции поз, то мы его туда вставляем, да? Ну давайте, у нас же семинар все-таки. Ну, еще можно быстренько сделать условие, то что если мы свопнули один и тот же элемент самим собой, то мы просто украшаем сортировку. Мы не можем свопнуть элемент самим собой, потому что мы начинаем искать минимумы с позиции поз плюс первой. Так что это... Пост, пост плюс первой мы получается... А, ну, а если пост плюс первой идет максимум, то... Ай, что я говорю, ладно. Ну, тогда лучше жевать, чем говорить в одной рекламе в девяностые годы. Так. Может кто-то из тех, кто молчит, выскажется. Кто у нас еще? Алексей, ты же, по-моему, тоже высказался за сортировку выбора. Мы можем просто брать и дальше... Вот мы отсортировали, например, мы делаем цикл while... Ну, мы сперва проходим все элементы, большой цикл, и пока не ноль, например. Дальше мы берем и меняем... Какой элемент? Итый, постый. У меня два счетчика. Два. Один отслеживает позицию текущего минимального. И мы этими позициями будем топать вправо. И для каждой вот этой позиции я буду перебирать все вот эти вот элементы, которые справее. То есть сама динамика сортировки вставками, она такая. Я ее прохлопал сейчас. Но не ушами, а руками. Ну, ты сейчас говоришь какой-то while, по каким-то позициям. Я тебя не понял. Между евреями, а потом начнем сортировать уже в промежутках, условно говоря, мы дальше можем вновь пройтись и посчитать количество подряд идущих еврейских, ну, как бы, семей. И дальше сортировать. Володя, значит, смотри, есть три сортировки универсальные, которые мы изучили. Выбором, вставкой и пузырьком. Ты говоришь, я Эйнштейн, говоришь, я новый Эйнштейн, я Володя, я сейчас сочиню новую сортировку. Не ту и не ту и не ту. Все фигня. Сейчас я вам расскажу. Давайте посчитаем, сколько между и время, и начинаешь рассказывать какую-то свою новую идею. Вот еще раз. Ты пытаешься, предлагаешь нам какую-то реально новую идею. Это не выбором, не вставкой, не пузырьком. Ты собираешься что-то считать. Как только ты произносишь слово считать. Я вот тут вот напишу то, что ты написал. То есть что? У меня что? В первую очередь слывает в голове сортировка подсчетов. Но может быть это не сортировка подсчетов, а какая-то другая статистическая штучка. Это что ты хочешь посчитать? Я не знаю. Но само то, что ты предлагаешь отказаться от каких-то стандартных алгоритмов сортировки и изобретать какой-то свой... Даже не велосипед, да. Изобретать велосипед это, что называется, переизобрести заново какую-то эту сортировку. Я полагаю, что в попытках, что называется, изобрести новый вид транспорта, у тебя получится или велосипед, или мотоцикл, или автомобиль. Но их в этом смысле они все идентичны. Не знаю, там лучше сравнить самокат, велосипед или скейтборд, да. То есть, ну, короче, у тебя все равно получится что-то вот такое. Понимаешь? То есть я не думаю, что тут нужно сейчас бросать все и начинать какую-то совершенно уникальную идею генерить. Давайте, как сказать, разделимся на три ветки. Можно на две. Нас сейчас не так много человек. Я думаю, что вставку, как условно самый сложный, хотя он мне наиболее интересен, мы можем сегодня даже выкинуть и не пытаться сортировку вставкой модернизировать под данную задачу. А действительно, ну, либо выбором, либо пузырьком, да. Пожалуйста, замечательно. Ну, давайте сгенерируем две идеи. И у нас будут два конкурирующих лагеря. Одни будут назначены сейчас отдельно и пойдут писать сортировку, модифицированную сортировку выбором. Но мы должны договориться, в чем фишка. И я специально сейчас не хочу дописывать, потому что и так я уже дал этим людям существенное преимущество в этом смысле, да. И так оно вот есть. Еще раз, я готов выкинуть сортировку вставкой, чтобы не расплодить, что называется, третью. Но кто-то, может быть, у меня была надежда, что кто-то предложит и сортировку вставками тоже модернизировать под то, чтобы in place, на месте осуществить сортировку по возрастанию. Ну, давайте сформулируем вот эту идею до конца. То есть, у пузырька понятно. Пожалуйста, мы модифицируем алгоритм так, да, что мы осуществляем сортировку пузырьком, да. Но перед тем, как брать и со следующим элементом сравниваться, я просто проверяю, да, я топаю, вот именно там, что называется, циклом while, до тех пор, пока не обнаружу ни нулевой элемент. Ну, и тогда я их буду считать соседними. То есть, не и ты, и и плюс первый, а и ты, и проверяем так, побежали, побежали, оп, этот элемент, да, но там будет некоторая тонкость, там будут тонкости. Мне кажется, что сортировку выбором, ее модифицировать под данную задачу проще, чем остальных. В первую очередь потому, что сортировка вставкой и сортировка пузырьком подразумевали близкие обмены соседей. А здесь есть те, которые не хотят меняться. И поэтому само понятие соседей становится не совсем тем, да, не сосед. Там был пузырьком и ты, и и плюс первый, в сортировке вставкой и ты, и минус первый, все равно были соседние. Теперь нельзя соседним, придется модифицировать понятие соседнего элемента ради того, чтобы вставку и пузырька модифицировать. Стортировка выбором изначально была как бы дальнодействующим. Наш прапорщик, если вам я не помню, через прапорщика я бы рассказывал. Про прапорщик я рассказывал, он дальнозоркий, он умеет сравнивать рост на расстоянии и того, и поздного. В этом смысле она действительно легче всех модифицируется. Давайте выскажем до конца идею. У меня есть вопрос. А мы не можем удалять нулевые элементы, удалить нулевые элементы из массива и фактически дальше отсортировать уже исходные, чтобы не делать дополнительную проверку. Володя, у меня к тебе вопрос. А насколько ты опоздал? Или ты невнимательный человек? Это было первое, что я предложил, объяснил, что выселить оба варианта не годятся. Первый вариант. Давайте выселим всех православных. Ну, я, правда, про выселить всех евреев даже не предлагал, а то уж вообще очень крамольно звучит. Давайте выселим всех евреев отдельно. В некий концентрационное гетто. Отсортируем всех вот этих, а потом будем вставлять евреев, вспоминая, где они стояли. Так вот, они не хотят никуда двигаться. Но я, мало того, что вот они никуда не собираются двигаться, и мы их не имеем права сдвигать. А мы еще и христиан не можем выселить в отдельный массив, там посортировать, а потом расставить. Это да, это возможно. Это действительно такое годное решение, которое, ну еще и стандартную сортировку какую-нибудь из библиотеки позвали, сортировку, и она все это сделала. То есть фишка-то в том, что я хочу сделать это in place. И именно поэтому получается, что никакая библиотечная сортировка не сработает. Эта задачка, она, как сказать, целенаправленно олимпиадная. То есть в том смысле, что не получится использовать простым способом, если это in place. Если это не in place, там понятно. Создали копию вектора, еще раз, отфильтровали туда всех не нулевых, отсортировали и впихнули назад. Но нет. Итак, давайте попробуем допрокачать сортировку выбора, чтобы она наконец все-таки справилась с этой задачей. Идея вот в чем, что мы пропускаем. То есть в тот, давайте еще раз, я постучу еще раз по доске. Смотрите. Левая рука, это позиция поз. Правая рука, это позиция i. Динамика такая. Для позиции поз, я, равный нулю вначале, я просматриваю всех, кто правее. И если он меньше, чем этот, то я меняю местами их. Своп. Но я не буду этот своп показывать. Я просто сейчас динамику движения индексом. Музыка какая-то получается. Да, мне прям понравилось, давайте еще раз. Ну вот вы увидели, да? А теперь надо запретить обмены, если в них участвуют евреи. И тишина в студии. Ну, я вроде что-то напечатал. Можно посмотреть, да? Да-да, вот там на стриме. Так, Ваня, сейчас ты у меня включен, да? Сейчас, ну-ка. Замечательно. Иван. Угу. Так. Ну что же. Ваня, а может чуть-чуть покрупнее шрифт сделать? И еще ты можешь закрыть этот Project Workspace, чтобы он там не мешался слева крестиком. Ой, сейчас бы знать здесь шрифт увеличивать. Control, колесо, мышки вверх. Ничего не нужно шрифт. Control, колесо, мышки в текстовом редакторе. У меня... Сейчас, когда я сделаю... Нет, у меня... Я без мышки работаю. Чисто тачпадом. Сейчас. Да, тогда я, правда, не знаю, как это сделать. Вот я тоже не знаю. Сейчас я выключу, посмотрите. Нет? Что-что? А, вот такая... А, может быть. А, еще такая, знаешь, есть, нажимаешь Control на клавиатуре и двумя пальцами такой... Ну, как скроллинг. О-о-о, работает? Да-да, работает. Слушай, закрой, пожалуйста. Точнее, даже знаешь, какая штука? Смотри. Нажми Alt. Alt нажми. Да. У тебя меню должно выпасть. Нажал. Я его не вижу почему-то. Alt. У меня я тоже не вижу. Alt. А где меню вообще у тебя? Может, Control? Control, Alt. Нет, нет, нет. У тебя вот такой меню, там, где файл, трота-там. Ну, вот у меня вот кодблок, да, вот у меня файл, edit, view, search, да. Есть такая штука, как view perspectives, этот самый, minimal. И он переключается, он выключает. А, да, все. Нашел. Перспективы, да. Toolbar, я нашел. А, он у тебя в другом месте отображается, наверное, Ташмак. Да, это маг, он. Он вызывает привыкание, да еще как. Да, только я больше на винде работаю. Ладно. На, под линукс переходим. Надо было ставить что? Линукс. Ну, может быть, может быть. Так, ладно, короче, ты включи этот самый, перевел в перспективу, не перевел. Ну, слушай, еще раз, я хочу просто, чтобы это было более крупно, ну, текста, чтобы был больше. Я не могу управлять твоим экраном, управляй, пожалуйста. Заверни менеджмент, там крестик вон слева, от untitled написан. Это раз. Так, крестик, это untitled. О, все, 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 супер, супер, все, ничего больше не надо, ты перспективу открыл, нужно. Теперь сохрани файл, пожалуйста, с расширением tpp. Только не си, а цпп, а то под подсветки нет. Он виден его как тупо текст уже. Control S. Так, да. Формат да, си плюс, си, си плюс плюс. Давай. Так. В документах. Замечательно. Сортировка выбора. Ну, сорт. Ну, окей, большую сорт пока что. Ну, вроде. Не важно, да. Сохрани, не важно, главное, чтоб сейчас появился под ветком. Это ты сделал плохо. Ты забыл назвать расширение точка цпп. Еще раз. Файл сохранить кармас. Файл сейфа. 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 Ну, да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Так, сейчас я все себе. же открою новый файлик new empty файл контур с я тоже себе по сохраняю потом так где у нас лесен 7 а у я себе себе еще не создал папочки этот самый task сорт так все ты там и сдал до cpp о да cpp и супер так ну чего что мы видим в итоге if a и ты равен нулю континью мин n равно а и ты индекс равен ай дальше ты начинаешь бежать начиная с и плюс 1 до этого не включительно и о правильно делаешь о правильно ты делаешь ты берешь сейчас и пропускаешь если он нулевой то есть вот если а житый то ты его пропускаешь просто если а житый меньше чем мин н то ты запоминаешь мин н и местоположение где это случилось но это другой вариант у тебя точек запятыми не хватает вот здесь ну вот тут вот я же писал на питоне поэтому везение точки запятая у тебя питание зация произошла да то есть двоеточие вот здесь вот возле ифа надо убрать он тут после фора двоеточие лишние да у меня тоже это бывает кстати если континь только один оператор континью то не обязательно фигурные скобки ну ладно а вот точку запятую все равно лучше поставить да ну и собственно обмен да ты ищешь минимум и делаешь только один обмен в конце замечательно но это чуть чуть более длинная форма но это то что надо специфик сорт значит смотри вот сейчас ты делаешь эту всю модификацию до конца окей на точке запятой забыл да так двоеточие убрать вот здесь видно да где показывают эту двоеточие надо убрать а так никакого картежного обмена вот такого нету нельзя а это запятая а индексовская поменять местами так нельзя кей тогда я это делаю на и сейчас и делаешь просто своп такая своп и в скобках а это закрываешь цикл for правильно да а почему ты делаешь это внутри цикла for ты собираешься много обмена в делом не там поставил скобку не принято в чем поставил скобку скобку исправь да скобка . с битой эту в ней брать как вот это и выше поставить соответственно блок у тебя что-то закрылась и у меня как локс вылетел ну не скринута у меня же меня были только год да так что сейчас пойду сохраняйся надо сохраняться ты сохранялся короче слушай вроде когда на точки запятой расставлю и сейчас тогда давайте вот что я сейчас этот расскажу более короткую версию хорошо того же самого просто более короткую на своем кодблоксе пока ты там восстанавливаешься но вообще твои решение является решением да на питончике ну и что и так значит собственно вот здесь да нужно сделать эту самую сортировку как я ее вижу specific sort вот это значит мы делаем собственно переходы по позициям до int pos начиная от 0 до поз меньше чем этот самый n минус 1 можно да потому что у нас точно последнее не нужно там осуществлять поиск минимума среди оставшихся да и поз плюс плюс окей значит что я делаю дальше значит я первое на фигурные скобки здесь придется делать обязательно иначе не получится вставить и в континью да я не говорю если ты еврей ты в позиции поз ты равен нулю мы определили что это еврей то говорю не 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 говорит и время чем не ваши эти все обмены континью пропускайте меня меня я не участвую да окей дальше запускаем цикл for в котором я буду я буду делать много обменов просто потому что для меня так это привычки проще пишется пусть будет куча свопов с точки зрения асимптотики это не принципиально хотя то что написал ты его на ночь чуть 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 будет побыстрее итак что мы делаем значит я перебираю всевозможные позиции от нулика да ух ты же я сейчас было жену от пост плюс 1 от следующей позиции за на текущий а меньше n да я пожалуй буду спарсить немножко и ай плюс плюс окей что я делаю в первую очередь я должен проверить они евреи ли это то есть обмен не должен осуществляться не в том случае когда тот кто стоит слева в позиции поз никогда тот кто стоит справа в позиции ай понятно и если я говорю если тот кто находится в этой позиции до равен нулю не 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 меня пропускайте в своих этих сортировках я не участвую то есть получается что сам сам поиск минимума тоже с фильтрации то есть и нельзя использовать соответственно нолик для позиции куда еще минимум и сам поиск минимума тоже с фильтрации то есть пропускаем такие что но если у меня соответственно вот н нолик не там не там да и говорю если а в позиции ай является более подходящим по минимальности чем а в позиции поз да тогда свопнуть их друг другом и того и а поздава поменять местами понятно return не надо почему потому что мы сортируем in place вектор передан по ссылке не константной мы имеем право на его модификацию потом все и вот эти свопы они реально меняли тот самый вектор которым не передали вот но мы можем собственно проэкспериментировать да теперь можно взять загнать это дело в этот самый да давайте я теперь эту версию собственно выложу нам вот сюда чтобы вы могли ее взять да правильно ok значит сохранимся и прогоним пожалуй в 9 ну что же так я саму специфик сорт загораживать не буду свою до чтобы она была видна а тут я по крупнее сделаю числа на 200 0 минус 10 1 я прям вот как там сделал 200 0 минус 10 1 0 минус 5025 и внимание смотрите что получилось минус 50 минус 10 1 25 200 ну че это победа согласны ну вроде да вроде да товарищи я припас для вас я припас для вас модификацию этой задачки и вот она как раз пойдет домой то есть вот я надеюсь что вы ощутили как сказать я прошу прощения у этого александра александр у нас предложил хороший тоже идею да но она чуть чуть посложнее реализуется на модификация сортировки пузырьком возможно просто чуть чуть не то что посложнее ну там уровня на самом ли примерно такой же сложности но дам действительно дополнительный цикл вайл будет потому что он не засне соседние меняются друг друга а теперь внимание модификация задачки и она останется на дом католики и православные поссорились друг с другом поссорились друг с другом католики и православные они теперь не участвуют в обменах друг с другом на включаем режим так называемый шовинизм знаете что такое шовинизм не знаете я дело в том что людям разных культур очень тяжело бывает видеть в других людях в людях другой культуры видеть человеческое да и они оценивают человека не по реальной его нравственности а по внешнему виду цвету кожи еще чего-то и они но это не значит что нацизм потому что это совершенно не обязательно касается нации да он там начинает всех не знаю вот автоматически там внизу всех этих католиков условно считать ненормальными челкнутыми или там притеснять ну естественно как-то это выразиться в итоге да ну я не не это самое не к оправданию говоря так чтоб вы знали что это значит а вот включаем режим шовинизма католики брезгуют православными православные брезгуют католики они меняются только в рамках самих себя понятно обмены только друг с другом да только с ну давайте так ладно я и так и так напишу да только со своими и вишенка на торте in place ну то есть естественно никакого копирования не не в какую не в какую дополнительную улицу не создаем никакого дополнительного массива работаем в рамках того массива который есть только своп и никаких подсчетов да вот мне пожалуйста хотите подсчет сделайте количество дополнительное количество дополнительных переменных должно быть не больше пяти ok то есть ой вообще обменов а переменных даже больше пяти дополнительных переменных кроме самого массива а зачем они вам нужны даже если своб ну а у нас вот вот реально в нашей задачке ну н н не считается в данном случае можно считать что n это константа у нас понадобилось сейчас две переменные поз и ой согласны да а евреи они все также у тебя у кого там у вани добавилось добавили сети до евреи не участвуют евреи плевать на все хотели меняться не хотят они запретные элементы x их прям реально свопать нельзя сдвигать нельзя прям копировать вот сюда нельзя запрещено понятно да то есть в этой новой модификации мы можем только соответственно вот этих товарищей поменять местами до вас в рамках самих себя и вот этих 201 25 один пошел сюда 25 вынужден отселиться сюда а 100 пошел сюда вот так тоже у меня был ну короче понятно логика 200 окей очень религиозный человек я ты замечательно а я верующий но сейчас не об этом речь просто мне очень нравится вот эта идея постановки задач она очень красочная вот и как сказать приобретает но на фишка же именно в том что а попробуйте вот теперь надо попробуйте придумать как сделать обмена только со своими и вот сейчас я предлагаю обсуждение что называется вот завернуть до пошли подумали сами вот прям вот спокойно посидите подумайте сегодня завтра пусть вот выходные поварится а потом слушайте но жизнь наша узкая группа telegram там попробуйте друг другом пообсуждать или там в дискорде отдельно себе там в этом в канале в текстом пообсуждайте кто рядом учится в одном корпусе вообще попробуйте друг другом так пообщаться прикинуть потому что будет сложнее ну ладно на этом сегодня все всем до свидания